Музыка 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 Я хочу сказать, что это никому не свойственно в присутствующем зале, но само достоинство, а точнее достоинство и стремление волевым, личным, духовным началом преодолеть и утвердить то, что ты любишь и на что веришь, это залог того, что человек борец, а значит он художник. потому что все художники – это миссионеры. В этой работе, как правильно сказала Ивана Ильич, если бы она висела в Ватикане, то я думаю, даже по-трибски перешел из католичества в православие. Спасибо вам большое. Несколько слов я хотелось только сказать. Значит, дорогие друзья, вот маленький, извините, поскольку доброе, можно вынесить даже объявление у кабинета, осторожно в кабинете Злои Мазунов. Значит, наши, дорогие друзья, на будущее не говорите «здравствуйте», говорите за стоимость уважаемые члены Государственной комиссии, дорогие друзья, прощаясь в зал, не надо говорить, как Хрущев, «Леди и Гамильтоне», помню фильм «Леди и Гамильтоне», она начала говорить, что «Леди» и «Тутра и Гамильтоне». Ну, я очень благодарен нашему, не побоюсь этого слова, коллективу, замечательных подвижников, художников, замечательных искусствоведов, скульпторов, которые отдают себя, как эмблема такая, правда, на Сонской, а потом стала, великан, кормящий свои грудью своих детей. Эмблема любил Наполеон. Это значит, что великан, так сказать, нация теряет своих людей, но во имя нации, а великан нестребим, большая, великая птица, прирастающих ворвалах. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня еще раз осознали, что самое главное – единство, что нам хватало бы время на добро. Вам хочется от всей души пожелать главного. Вот тут первые курсы. Вам предстоит, мы увидимся на днях, все, кто едут в Петербург. Очень трудно было пробить эту... Ну, я не скрою, простите, Петр Иванович мне поручил, я очень уважаю это, это, я думаю, художника, доброго человека, но не добренького, доброго. Вы знаете, такой момент, 30 тысяч долларов, чтобы свести первый курс на это, где их взять? Потому что, когда я выскакиваю, когда я уходил, это не отнимание какому-то художнику, или не то, что у меня, простите, что-то с физиологией непорядки, по делам все эти. Очень трудно нам всем, и мне хочется поблагодарить особенно Геннадия Геннадьевича, который с утра как-то на войну идет, ведь этот человек достойный, его знают все, деятели культуры, он был помощником в Министерстве культуры, Ростропович ему все, Геннадьевичу, как он называет, передает привет. И он приходит тоже, «Мы находимся все на войне, и мы боремся за вас и за себя». Что значит «за себя и за вас»? Это значит, что сейчас страшный огонь и рассчитан на уничтожение, с моей точки зрения, духа человеческого, культуры, все заменяется жвачкой массового искусства. И если мы не будем как кулак сжатым вместе, отсюда происходит слово «фашист», которое не употребляет фашина. Вы знаете, в Петербурге палки, связанные вместе, это не в Древнем Риме, не сними перед судьями наказывать преступников палками, а чтобы они не сломались, они были крепкие, их обвязывали лентой. Так что отсюда взял этот термин, фашина, как и пятиконечная звезда, идет из Древнего Египта, а не придумано Лениным и даже Сталином. И тем более Труманом, который там на любом месте, сейчас все клеят, с красненьким носит, вот руки. Это сложная проблема. Сейчас первый курс отзывается здесь, поедем в Петербург, второй останется здесь. Будут приночены для копий новой картины. Ближе к современности мало интерьера, мало, простите, Фенера, мало работы. Вы видите, на этой прекрасной работе, которую все, измогласно поставили пять, она жива тухом. Но если смотреть с точки зрения анатомии, господа, то я думаю, что не зря злые языки о великом Микеланджело говорили, что у него так хорошо получилось распятие, потому что он пригвоздил натурщика гвоздями к Христу. Купив его и сам, он и написал. Видите, насколько силы сопереживания, когда открывались у католиков, правда, ранее на ладонях, свойственных художников. Мастерство. Мне бы хотелось, чтобы мы все подготовились к выставкам, чтобы мы все не теряли связи друг с другом. И то, что мы сегодня кончили, это значит, что вы от нас отдалились с тем, чтобы приблизиться. Кто приблизится через пять лет, кто через десять, кто не захочет расстаться и сегодня, это ваша академия, это наша академия. И дай Бог, чтобы все, которые прошли эту тернистую тропу в нашей академии, понимали, что все сегодня дается сбоем. И многие хотят, что мы копали землю, работали, будут скоро, наверное, продавать землю, хотя бы свое мнение, с русскими рабами. И в этот момент точно вы думаете о своей душе и проходите школу, вы вооружаетесь на всю жизнь. Не будьте безоружными в этой страшной борьбе. А оружие — это ваше мастерство, которое может убедительно выразить вашу душу. Речь моя по поручению Виктора Ивановича затянулась. Мне хочется низко поклониться всем, поблагодарить Александра Сергеевича, всех присутствующих, я не называю, вы знаете, они члены нашего совета. И удивиться еще раз Виктору Ивановичу, Виктор Ивановичу, можно, как я, как всегда, откровенно привозить. Виктор Иванович друг Коржева, Коржев патологически не любит Галзунова, только не значит то любит. И когда пришел тот раз, вот Толя, господи, измигранта, Левитя, ну что это, я же не мучился, он на шесть лет старше, я подошел, Толенька, ты меня ненавидишь. Но не приноси эту ненависть на этих ни в чем не повинных, молодых художников. Оцениваясь, по-достоинству, надо отдать должное, он был объективен, он действительно, потому что в наше время смотрит то, к какой банде относятся, то, к какой мафии, чужой, свой, мы все свои. И вот, Виктор Иванович, я вначале так думаю, несмотря на то, что это ближайший друг, Александр Сергеевич, я думаю, надо и начнем, я поражен вашим Путином, художническим отношением к молодым собратьям в нашем общем. И как вы только заинтересованы, с какой душой, знанием проводите вот все эти мероприятия, которые вы возглавляете, и мы гордимся тем, что вы с нами, и что вы, как истинный художник, не побоялись высказать свое мнение и, так сказать, очертить себя именем тех, кто делает все, что может для России, и как может, в полную силу и мощь. И мы протягиваем все руки. Спасибо вам за ваше рукопожатие и за отношение к молодым художникам, к которым вы относитесь, с такой любовью пониманием. Несколько вам поклонов. Разрешите вас, поцелую. Аплодисменты, и мы все как-то поцелую по-кому министрам. Я вас даю ваше велико поклонствую. Спасибо вам на все, что вы делаете для нашего общего дела. Спасибо. Лисан Сеич. Спасибо. Спасибо.